Видимо, ваш вопрос возник потому, что хронологически одна из первых заповедей, которые еврейский народ получил, это заповедь обрезания. Первый еврей был Авраам, наш отец. Он получил эту заповедь. Получается, что первая заповедь технически, раз он первый еврей получил эту заповедь, то это заповедь первая для нашего народа. С другой стороны, когда мы вышли из Египта, мы уже были народом и все, когда мы вышли из Египта, а это не просто выйти из Египта, это сверхъестественное явление, то почти сразу мы распределились там, в пустыне, и Моше Робейн, наш учитель Моше, объяснял законы субботы. Евреи, по слуху, знали немножко о субботе, это цель, соблюдали и так далее. Но детали и подробности, еще в пустыне и так далее, Моше Робейн, наш учитель Моше, стал рассказывать евреям. Это было через одну-две недели после исхода. Так что получается, это тоже первая заповедь, или одна из самых первых. И поэтому, поскольку вы приводите всякие тут примеры, что вы читали, они будут это комментировать, это не нужно, желающие прочтут у вас. Я хочу вот что сказать. Вы там усмотрели в этих фразах, что включили еще книгу Иошуа, целую работу провели. Это хорошо, что когда евреи вошли в землю Израиля после Египта, они были не обрезаны, потому что в пустыне не делали обрезания. В Египте делали, а в пустыне не делали. Опасно, дорога и так далее. Так они сделали всем обрезание, войдя в Иерусалим, в Израиль. И хотя они были не обрезаны, они не были наказаны за это. А вот этот один человек, который в субботу там собирал дрова, прутья и доски и прочее, он получил наказание, смертельное наказание. Получается, что за обрезание нет наказания, за субботу нарушение есть наказание, а еще такое, как там, большое наказание. Отсюда ваш вопрос. Как же так? Вроде бы обрезание это первая заповедь, ты ее не выполняешь, нет наказания. А суббота не первая, но одна из первых, ты ее нарушаешь, тяжелейшее наказание. Что тут не одинаковое, что какая-то симметрия нарушена. В этом ваш вопрос. На самом деле все очень несложно. И то, и то важнейшие вещи. Вообще заповеди не делятся на важные и неважные. Но тут воочию видно, что обе важные. Каким образом? Обрезание, это значит бритмила на иврите. Бритмила. Она меняет, как все понимаете, наверное, значит, что такое обрезание, некий знак на теле человека. Значит, обрезание меняет человека. Тело – это важное дело. Тело – это не самое важное. Душа – самое важное. Но при этом это сосуд, в котором душа. И этот сосуд меняется. У еврея он другой. Еврей проходит, если нормально живет, на восьмой день обрезания. Если не получилось, то тогда, когда получается. Но тело еврея другое. Ну, а что с душой? Шаббат. Время другое. У всех, во всем мире время идет само по себе. А у нас так не может быть. Если еврей живет, как еврея, он должен обязательно установить, когда суббота. И субботу выделить. И ее отмечать. И даже если он в пустыне, разбирается такой случай в Талмуде, конечно. В пустыне потеряли счет времени. Или там узник в тюрьме сидел, потерял счет времени. Никто ему не говорит, какой день он уже знает, что есть шаббат. Так он должен что сделать? Определить так. Вот день, когда я вспомнил, что я не знаю, когда шаббат. Это будет воскресенье, первый день недели. Посчитаю шесть дней, седьмой от этого будет шаббат. И дальше я уже буду всегда праздновать шаббат. Не в тот день. Мир празднует другой день. Но для тебя это шаббат. Потому что искренне не знал, когда. И постановил, что шесть дней работаем, седьмой шаббат. Так что видите, и это тоже важно. И нахазание, которое вы отмечаете, серьезное тут, несерьезное тут, вы тут уже, у вас оптический обман. За нарушение субботы, если человека предупредили, если он знает, что это такое, если он знает, что вот это действие нельзя делать, его все предупредили, но он говорит, наплевать. Вот мне на вашу субботу наплевать. Ну, в таких условиях, если мы живем по законам Торы, а мы сегодня не живем по законам Торы, но если мы живем, ему грозит смертная казнь. Это непросто, но все-таки грозит. Обрезание нигде не грозит смертная казнь. Но обрезание связано с телом. Значит, компенсация какая? Ты к своему телу не сделал обрезание, твоя душа получит наказание тогда. Какое наказание? Поломка души. Поломка души – это не шутка. Это не видно. Вроде нету ни хирургического ножа, нету ни облучения, нету ни каких-то других воздействий на человека. Но поломка души означает, что твоя душа не может проводить свет Всевышнего так, как надо. Этот канал поломался, забился песком, забился неизвестно чем. Значит, твоя душа не получает этот свет Творца, значит, жизнь твоя будет дурная. И короче будет, и дурная будет, и так далее. Ты не будешь получать то, что нужно. Хорошо? Не думай. Я не думаю. Это не легкое наказание. Это трудное наказание. Из-за отсутствия обрезания трудное наказание. Но оно другое. Поскольку заповедь связан с телом, то аукнется, откликнется в душе. Душа будет с поломками. Так что еврей должен обязательно делать. В тот же момент, как он понял, что он еврей, надо делать это призами. Сегодня это не сложно всюду, кроме экстра каких-то удивительных мест и так далее. Но всюду есть возможности, и это серьезно. И шаббат. Всюду есть возможность соблюдать. Надо научиться, надо хотеть, надо подумать, надо придумать. Но обязательно нужно хотеть. Потому что шаббат, это делает тебя евреем, и ты начинаешь разделять между светом и мраком. А это очень важно. Кто-то не соблюдает шаббат, не умеет разделить между светом и мраком. И живет во мраке. А кому это нужно? Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.